добрый вечер друзья с вами снова я марат крымов давайте поговорим с вами по тем вопросам которые вы задали своих комментариях предыдущим нашим роликом который мы записали на днях ну начнем наверное с того что вот сейчас написали что поклонники фанаты сбавленского поворота якобы устраивают на кладбище митинги приносят игрушки там цветы покупают кладут книги потом у них пропадают эти книги там они их находят там ну чуть ли там не митинги танцы устраивают песни поют и так далее ну что я хочу сказать по этому поводу друзья ну давайте люди приходят отдать дань уважения артисту и конечно нельзя за каждым уследить что там будет каждый из них делать на на погосте одни будут писать книгу памяти другие и и могут украсть третье принесут мягкие игрушки одна женщина принесла мед якобы я приснил что юра попросил мед ну я считаю конечно это уже чересчур вот потому что на кладбище должна быть тишина вот ну как прям не гробовая скажем так а должны быть какие-то хорошие слова произнесены стихи вот ну если может быть не надо дискотеки устраивать я тоже против этого приносить вот это мягкие игрушки которые вы прекрасно понимаете что сейчас какое-то время они пойдут в мусорку или какие-то вещи там то есть мне кажется это лишнее абсолютно зря люди делают вот ну а цветы люди несут ну на что запретите вы же не можете сказать нельзя приносить розы поэтому люди несут цветы несут какие-то дорогие вещи подарки ну конечно нужно знать миру и может быть не надо там устраивать какие-то митинги но если приходит например телеканал они берут это ревью приходят блогеры показывают что происходит уже можно сказать почти каждый день на трекурском кладбище где якобы захоронен прах юруштунова ну я не знаю точно вроде бы как половину праха увезли на германию половина здесь захоронили но если кто-то видел вы напишите в комментариях я такой информации не знаю то есть это все как-то так забетонировали там все потом какие-то предъявляют нам памятники где юра там совершенно себя не похож но на мой взгляд конечно может кто-то лучше в этом деле разбирается но я вижу что он как-то там не очень похож вот и пока я ничего из проектов которые хотят установить я не видел ну вроде бы там уже какой-то утвердили ну ладно сейчас не об этом я хочу сказать что вот у нас конечно продолжается такая вот можно сказать война одни люди что-то делают и каждый вот их шаг под микроскопом рассматривается и что-то если там кому-то не нравится сразу обсуждается сразу там пишут злобные комментарии и так далее поэтому я хочу сказать что нужно быть наверное терпимее друг другу и это вот с той как бы баррикады которые пишут дома сидя на диване там все пишет ничего не делать а нам кто приходит на кладбище там какие-то даты может быть действительно тоже там не надо приносить какие-то вещи там игрушки и прочее это тоже мне кажется лишнее вот а стихи книгу памяти нужно конечно имеет видимо оставлять ее нельзя потому что там дождь снег могут украсть могут просто выбросить тоже надо как-то приносить на какие-то даты там делать записи и уносить может быть перефтографировать в конце концов можно переснять эту книгу и она по крайней мере будет в электронном виде дальше идем теперь значит у нас появились писатели которые якобы знали прекрасно юра что нового и сергея кузнецова откуда они все взялись эти писатели пишут книги вот собирают уже предзаказы на них я не знаю я ничего не могу по этому поводу сказать насколько это правда или неправда но мне кажется здесь нужно посмотреть что это за люди на самом деле они были близки с юрой что нового или же они как-то решили воспользоваться моментом здесь ничего не могу сказать по некоторым отдельным товарищем потом отдельно будем с ними разбираться вот идем дальше вот одна девушка написала что-то у нас вот клип мы поставили это не клип это плейкаст поставили плейкаст на песню юра юрочка якобы там голые девицы хоть они не голые там вот в клипе там вроде вытанцовывают музыка вроде быстро веселая и там тема грустная вот такая пришла претензия что хочу ответить на эту претензию это плейкаст делал не я лично этот плейкаст делают поклонники сейчас это дело девочка инвалид вот она уже несколько таких мне сделала плейкастов и мы в качестве поддержки и мы оплачиваем эту работу вот по моей информации она даже не имеет рук и некоторые вещи делать носу знаете и ну вот она так видит и все-таки этот работа и мы поддерживаем ее в этом плане в творческом вот поэтому вот это претензии конечно может быть аналогично но учитывая то что это делают люди скажем так с ограниченными возможностями то я думаю можно простить а так принципе на мой взгляд ролик получился неплохой вот идем дальше значит сейчас у нас прошла такая информация что люди собираются делать концерт памяти да на год годовщину да это хорошая вещь нужная вещь и уже собирают заказы и деньги даже собирают а концерт бесплатный а концерт бесплатный вот это я не могу понять нас обвиняли что мы делали платный концерт а здесь они собирают деньги со всех и говорят что концерт бесплатный очень интересно да система хитрая ну что я могу сказать пусть они проводят мы только за мы за любую память мы за то чтобы песни юра звучали но хочу вам напомнить что нужно взять разрешение правообладателей как это сделать я знаю вот мы пока наверное воздержимся от этой темы потому что правообладатели только вступили в права и и видимо там занимается юрист какой-то или адвокат или нотариус поэтому все сложно и идет какая-то война еще на за авторские права там есть интересные моменты которые нужно просто знать сделать запросы для тех кто проводит хочет провести такие концерты идем дальше теперь значит у нас спрашивают когда все таки состоится большой концерт большой концерт памяти какого-нибудь круку сити там или в кремле хочу ответить вам что такое мероприятие провести можно но нужны соответственно огромные средства нужны соответственно огромная помощь огромная работа рекламная работа ну там вообще очень много нужно сделать чтобы такой концерт провести пока я такой возможности не вижу мы у нас есть благотворительный фонд мы работаем в рамках благотворительного фонда но соответственно там у нас все равно должны быть какие-то средства они идут на зарплату идут на расходы на организацию и на благотворительность там все это расписано все это как бы учитывается в бухгалтерском учете но я пока не вижу ни спонсоров не вижу чтобы нам кто-то дал грант какой-то на эту тему и поэтому я не знаю состоится ли с нашей стороны концерт памяти или нет скорее всего может быть и нет хотя я не буду пока говорить все течет все меняется мы заняты своими проектами сейчас мы готовим свою программу вот потому что у нас все таки государство какое-то немножко некрофильное у нас любят всегда отдавать почести и славить людей плакаться по ним когда их уже нет понимаете при жизни как правило мы никого не видим мы ничего не знаем мы ничего не слышим многие пишут вот я мою что вообще не знали не было ни одного концерта вот как он умер мы послушали мы теперь плачем и страдаем ребят это все как-то похоже на некрофильность какой-то давайте при жизни при жизни давайте людей ценить давайте возможность при жизни тогда что-то сделать для вас творческом плане я еще как вот вот поэтому жизнь у нас к сожалению ничего никому не дают вот лично на лично нам никто ни копейки не дал я иду государственно то что мы делаем это конечно же то что люди к нам ходят люди нас поддерживают вот за счет этого мы как-то еще что то делаем а так без поддержки вряд ли бы чтобы мы вообще сумели организовать сделать поэтому давайте с вами остановимся на том что мы будем все таки при жизни с вами что то делать чтобы как говорится потом не было обидно за бесцельно прошлые годы это первый момент и второй момент вот я хочу привести такую фразу и текст текст из одной песни что творится что творилось на твоей земле все в этой музыке только улови но у нас народ улавливает отчет не улавливает никак не может ничего уловить поэтому все что творится у нас на нашей земле при нашей жизни это конечно ужасные вещи творятся делаются вот сейчас появилась куча коучеров все образование вы отменили я вообще молчу про советскую власть и советский совесть мы с вами поговорим отдельно в отдельной теме а пока мы закроем с вами наш разговор что на самом деле что творится и творилось на твоей земле все в этой музыке только улови поэтому мы вот как бы артисты поэты творческие люди мы улавливаем все что творится и мы не можем пройти мимо и мы как бы наша реакция вот такая мы создаем произведение мы пишем там вот много рота за пиар пиар что такое вообще пиар забудьте вообще такое слово пиар артист любой артист уважающийся музыкант он просто обязан донести свое творчество до народа а зачем тогда она нужна а вот народ пиар пиар выкиньте вообще это слово это отвратительное иностранное слово и они я его ненавижу а если уж вы это слово будете применять вот посмотрите в телевизор вот туда посмотрите вот там действительно пиар идет сам настоящий бездарный ужасающий пиар я же не говорю про кино и фильм это тоже отдельная тема про них тоже потом поговорим я просто вот сейчас хочу просто простые вещи как бы объяснить вот и не надо там обвинять что вообще обвинить с этим и пришли на похороны да никто из артистов пришел мы пришли но были это телеканал какие-то мы им давали то они все равно ничего не показали и тут они начали все орать вот вы пришли пиарить мы на похороны пришли пиариться вы в своем вообще уме вы чё несете вообще такую чушь другие там орут вот вы должны бесплатные концерты проводить мы должны вам бесплатно как вообще чего вы несете вообще какие бесплатные концерты могут быть когда нужно рекламу аренда звукорежиссер артистом покушать приехать бензин транспорт аппаратура свет вы что несете вообще кто это несет это несут люди которые либо вообще ничего не понимают либо просто они и злодейских своих каких-то этих самых убеждений хотят нам просто нагадить очередной раз вот поэтому я считаю что бесплатных концертов вообще в принципе нет и никогда не было если вы какой-то видите бесплатный концерт либо это художественная самодеятельность в каком-то клубе там просто дети приходят и родители они смотрят на своих детей это бесплатно да они танцуют пляж там что делать если вам говорят что концерт бесплатный проводит какой-то благодарительный фонд то все равно это не бесплатно фонд получит потом деньги и тут мы можно сказать за свой счет делали благодарительный концерт ничего не получили до хотели ничего не дали а есть фонды которые проводят якобы бесплатный концерт на звезды выступают вход бесплатно все бесплатно не думайте что это бесплатно это обман они все получают но чуть позже и получает грант или какие-то еще а вот эти артисты которые близки туда они все получают зарплаты неплохие зарплаты или учат говорят мы будем делать бесплатный концерт хорошо а деньги уже начинают собирать отовсюду чем же чужим бесплатно это же не бесплатно то что до существуют расходы это нужно понимать кто этого не понимает не хочет понимать все этот идей бесплатно спой да я могу прийти спеть выступить у своих друзей артистов потому что они ко мне придут бесплатно меня поддержать и я к ним приду все то есть как бы все равно это не бесплатно у меня допустим платный концерт они ко мне приходит бесплатно у них платными я прихожу только так больше не как а вот эти все возгласы там про бесплатно и дети в крокус холл там может вам что-то бесплатно споет сзади какие-то билеты обзорить какие билеты у юра чем бесплатно пел это невозможно нереально хорошо работать бесплатно а бесплатно кто работает тому без бесплатно понимаете и надо эту ахинею тут нести и постоянно нас обвинять в этом бесплатных концертах чушь какую-то не несите пожалуйста вот ну да не хочу заканчивать такой ноте с вами друзья я просто все хочу вам объяснить чтобы вы но некоторые вещи просто выяснили потому что ни один человек ни один человек не должен работать бесплатно мать бесплатно только работают рабы те же вот ребята из средней азии чё они бесплатно где-то работа они все все получают деньги всегда и везде таксисты каменщики строитель музыканты актеры все даже получать деньги единственное требование конечно должно быть качество и профессиональная деятельность именно профессионально если люди хотят увидеть профессиональную работу профессионального артиста что он действительно работает качественно вживую она привели одну девочку и она вот в концерте хочет девочку воспитывать да вот она не на планах плюс полный поэту крот открывает это крот открывает и а чё ты не можешь там петь живу у меня голос дрожит я блею а зачем тогда лезешь иди тренируйся иди преподавателю там не знаю но в итоге там они нас это дожали мы пустили эту девочку на тело в плюс и они там так обрадовались и цветы даже подарили ну чё я могу сказать те кто в этом деле разбирается конечно они видят что человек пил плюс вот мы в плюс не поем я могу петь посверху когда я плохо знаю текст верну и вживую и виду концерт и поэтому я так очень сильно вот устал от этих концертов потому что я не только там пел я их еще и вёл понимаете а ведение концерта это вообще отдельная работа это нужно видеть кто находится в зале молодежь постарше или средний возраст и меняешь даже программу по ходе по ходу концерта поэтому вот эти вот обвинения которые у нас постоянно там пытаются какие-то привесить на нас эти навесить и ярлыки какие-то это злостные злобные либо конкуренты либо с каких-то там вот этих клубов фан клуба параллельных и люди которые вообще ничего не понимают сейчас вот обвинение пришло тоже в комментариях я опять же только по комментариям говорю вот бавленские бавленцы все легли под Кудряшова я вообще этого не понимаю кто под кого лег вот и как это можно лечь якобы ну возможно может быть они имели ввиду что они сейчас будут делать концерт памяти с Кудряшовым но я такой информации не знаю не обладаю возможно они хотят пригласить ласково-майцев чтобы теперь в концерте я не знаю абсолютно этого вещей не знаю этот момент оставляется открытым вот поэтому пока не будем никого обвинять кто под кого лег вот поэтому может там никто не под кого не лег просто люди будут организовывать нормальный фан клуб нормальные ребята кстати в общем борются они давно вот и больше всех получают шишек кто ничего не делает тот вообще ничего не получает это вот знаете как хорошая пословица инициатива наказуемо у нас так устроена в стране жизнь да точно что-то пытается делать сразу получает по шапке поэтому здесь я бы не согласился кто под кого лег ребята делают дело все их поддерживаю вот потому что они хотят сохранить память они подписали кучу всяких воззваний там и так далее и сквер народного артист все подписали другое дело нет реакции пока никакой но мы идем к этой цели до тяжело но я думаю что мы в конечном итоге этого добьемся ну ладно друзья давайте на этом остановимся следующая наша беседа будет опять же по вашим комментариям вы пишите я на все на это отвечу чтобы так вот не писать там это все долго расписывать а вот вы пишите я буду на все эти комментарии отвечать некоторые еще два на позднее комментарии абсолютно вы там очень похожи на его что но вы наверно молодости были очень похожи возможно ты же беленький юрка темненький потом и он немножко помоложе но и голос похожим все такое но генетика ребята это генетика работа здесь ничего не поделаешь что голос такой же высокий как у юра и тембр немножко похож да похож но он мой и я не я не копирую и не собираюсь его копировать иру что но кто копирует тот пусть и копирует их вместо шоу вот голос есть там это один в один вот туда идите и копируете я копирует не собираюсь да я буду петь как я представляю со своей подачи с тембром свои эмоции это я буду делать вот в концертах может быть но мяч и свои если своя программа я тоже продвигаю тоже я ее обязан пиарить вот ваше пять слов до плохой пиарить я обязана рекламировать ее просто это моя бездность а как же вы узнаете если я не буду рекламировать никак возле года и не услышите песни и на приходится правильно я отдал интервью телеканалом по два часа каждому давал каждому телеканалу ну где-то час где-то два давал еще вы думаете много там пропиарили как вы говорите ни слова в одном месте одно предложение друг может еще будут они как бы другие программы там еще вставлять из двухчасового интервью берут одно предложение все вот ваш пиар весь это не пиар это как бы это заявка на то чтобы люди послушали наши песни наше творчество потому что я теперь если вам вам нужны они вам нужны концерты очень вам нужны понимаете что меньше психов было потому что мы не просто мы лечим души людей вы поймите нас мне просто там вот сделали конце заработали денег прям заработали столько что прям вообще мы вам лечим души это очень дорогого стоит не надо к этим коучем всех ходите раньше ходили эти были там чумак и там и так далее вас лечили всякими такими методами знаете а самое лучшее лечение это мы делаем мы вам души лечим музыку лучшего лечения нет и вы после наших концертов чувствуете себя уже совершенно по-другому знаете вам жить хочется вы себя чувствуете людьми поэтому берегите то что у вас есть не будьте некрофилами вот счастья вам здоровья успехов и самого главного мирного неба над головой а на эту тему мы тоже поговорим позже с вами был марат крымов увидимся не грустите все будет хорошо рано или поздно главное какая цена за это будет заплачено но все равно будет все прекрасно и мы еще с вами на многие темы поговорим пока встречи а 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 Субтитры создавал DimaTorzok